Похищенного на прошлой неделе семиклассника Сергея Семенчения нашли целым и невредимым в 200 километрах от родного дома в соседнем Кухшетау на съемной квартире. Сергея действительно похитили с целью выкупа, но только суммы так и не успели определиться. Кстати, подозреваемые бывшие полицейские, которые в прошлом году не прошли аттестацию. Ольга Витукевич узнала, что еще минимум четверо похитителей до сих пор на свободе. Родители Сергея Семенчения ждали этого четверо суток с тех пор, как сын позвонил по сотовому и сказал, что его похитили посреди бела дня в самом центре города. Ребенок возвращался домой после школы. Сейчас мы нашли, спасибо огромное за помощь. Не знаем, еще только вот сейчас. Вот, скажи что-нибудь, своя учительница, она с ума сходит. Друзья, все здрасте. Я нормально. В первое время никто не выдвигал никаких требований. Полицейские даже заподозрили самого ребенка в инсценировке похищения. Пока оперативники не вышли на следство бывшего коллеги, уволенного в прошлом году, после того, как завалил аттестацию. Тебя знают там хорошо. Как плохо, мужики, работали на тебя. А сколько их было? Всего пять. Один бывший капитан, другой старший лейтенант. Кто остальные, пока неизвестно. Сейчас это закрытая информация. Вы представляете, ребенок, 13 лет. Его затолкали в машину. Руки, ноги связали скотчем. На голову натянули шапку. Голову обмотали скотчем. Привезли немаленькое расстояние. Все это время держали в таком состоянии. На заднем сидении два человека его охраняли. Лицом вниз. Привезли в другой соседней область. Это 200 километров. Там его охраняли лица в масках. У меня ничего внутри не болело, что вот как будто бы с ним может что-то случиться. Я просто боялась, чтобы вот там что-то не отрезали, не изнасиловали. Ничего подобного в области прежде не было. Похищенного мальчика уже на следующий день все горожане знали в лицо. Даже телефон подростка люди нашли и принесли родителям. Не было ни утра, ни вечера. Были сутки. Так как они работают, это надо им всем поставить памятник. При их жизни еще. Я хочу обратиться к тем людям, которым может быть в голову поступит когда-нибудь лошадиная мысль о том, чтобы легко заработать деньги. Не получится это так, как работает милиция сейчас, полицейские. Какие у них есть средства, не получится этого. Он весело себя ведет, как будто у него приключения где-то был в Голливуде. Ну и такое настроение бойцовское. Операция продолжается. Полицейским еще предстоит выяснить, почему выбор преступников пал именно на Сергея. Похитители работали в масках, называли друг друга по кличкам и даже в СМС родителям Сергея наделали кучу ошибок. То ли они так скрывали свое образование, то ли действительно двоечники. Последняя для них новость. За две статьи уголовного кодекса им светит общей сложности 15 лет лишения свободы. Это попросили передать полицейские для тех, кто еще остался на воле. А Сергей, кстати, за эти несколько дней ставший настоящей звездой, сегодня снова пошел в родную школу. Ольга Едукевич, Дмитрий Рой, 7 канал, Петропавловск.